Бли! я научился снимать так, что здесь крутить надо дай, вообще, конец славы живу, и я рука трясет короче сейчас наша задача подготовить машину к тому, чтобы она заехала на эвакуатор мы сейчас поснимаем лишнее то есть телевизор, все это нафиг отсюда просто поснимаем оно ему не нужно и остальное поедет на выхлоп вы скажете, какой смысл ехать на выхлоп ведь машина у вас еще не заводится так в этом и прикол когда она будет заводиться она заводилась и не орала на весь цех, а работал довольно тихо и аккуратно ладно, ужасно, на дерьмовая работа оператора мне не нравится я бы не смог, без понтов вообще народ, всем привет как вы поняли, сегодня у нас пятая часть по гольфу да она не называется первый запуск, ребят к сожалению не надо сразу ругаться по этому поводу я сам бы с удовольствием, давным-давно уже выпустил конец этого проекта но столько классного материала мы не можем себе позволить его просто вырезать и закинуть там где-то на харды которые еще могут сдохнуть и поэтому этот материал не будет, он настолько классный я только что посмотрел этот ролик вот он настолько классный, он вам понравится я вас уверяю эта серия начинается с того, что мы везем гольф на выхлоп, и возможно у вас сейчас задает вопрос, какого хрена вы везете машину на выхлоп которая до сих пор не заводится ну, вообще мы не планировали везти его на выхлоп мы хотели сначала завести его без глушителя чтобы получить сам эффект первого запуска но, так как вы знаете, у нас были проблемы с разъемами и это все в любом случае затягивается на какое-то время мы решили его провести максимально эффективно выхлоп делается несколько дней почему бы не сделать это сейчас и более того, я вам скажу в то время, пока делался выхлоп мы как раз ездили на вручение в Тольятти поэтому везем гольф туда отдаем и едем в Тольятти не в этом ролике то есть, как мы съездили в Тольятти вы можете посмотреть в другом ролике вот сейчас хоп, крюк такой, отдельно поехал наверх машина осталась ох, нихрена, это что там такое? это вес жесть, там сквозные дыры Слав, может, не надо вообще этим нахрен он нужен тебе в таком виде? он был отличный за свои 140 рублей так, было 150 же, или 160? было 170, я сторговался до 140 дыры подснимай, дыры подснимай побольше которые там внизу, пороги насквозь гнилые что ты, да издалека так снимаешь ты прям крупняками дыры покажи и в тот момент, когда мы уже загружали машину в Филитеке сам эвакуаторщик, который ее привез в какой-то момент задал вопрос а кого хрена вы эту машину возите из сервиса в сервис? что не так? а что, там ничего нет, да? нет там говно сервис это хороший ну, что они там ни хрена не умеют рукожопы какие-то сраный АП сервис какой-то блин, что-то дебилы какие-то работают АП? я слышал уже 300 тысяч почти вложено сюда, блин а ничего, даже не заводится машина даже не заводится и выхлоп вообще, за эти бабки 300 кусков даже выхлоп не могли сделать ну, что за идиоты? это не родной что ли это? перегнутый шланг, да вот там так и сделали вот, да, ну вот как это видно же сразу, не специалисты нормальные люди так шланг будут проводить а это не родной шланг? конечно, не родной он соединенный с чем-то? с генератором, он к генератору подключается вот соединение соединение а изгиб какой? изгиб странный очень изгиб такого не должно быть да, это не заводской? да, он же говорит не оригинальный вот это нормальный, да, да а вот это нет соединен, тут что-то не хватает сверху-то родной а вот здесь обрезанный вот тут вот серьезно? керню какую-то какую? да? и там тоже это штатный заводской шланг, если что ни с чем не соединенный, но машина должна как звучать? тихо, банковато, басисто какие пожелания? короче, мы почему хотим снять эту трубу, чтобы минимальное сопротивление выхлопа было но надо сделать потише а, ну, чтобы не оралось да, потому что вот этот человек на ней будет ездить в будущем и он не хочет, чтобы соседи ему сожгли эту машину короче, еще есть одно пожелание очень важное это пожелание его я не особо это поддерживаю но это пожелание Славы насадка почти, да именно насадка у гольфов в шестом кузове и далее есть версия R у которой выхлоп стоит по центру и вот он, Слава очень просит сделать две большие трубы здесь по центру то есть здесь место есть потому что заводская банка здесь висит вот так вот поперек и она выходила вот сюда место есть, но для этого надо будет, соответственно пилить 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 и шура пилить это называется Славе не жалко его машину поэтому болгарка ваш лучший друг с глушителем связана отдельная тема вообще изначально я хотел сделать его на 76 трубе и это не просто так потому что у меня на лимонке на шкоде октаве rs сделано на 76 трубе и у меня в памяти ну так как я все таки с выхлопом не так сильно прям уж плотно когда-то общался у меня в памяти прям отложилось четко понимание мне тогда тюнеры говорили что если ты делаешь проект на 400 плюс сил то тебе обязательно нужно чтобы мотор хорошо дышал и выхлоп должен быть максимально огромный максимальный диаметр трубы я объясню у меня двухлитровый на rs на 385 сил и мне четко прям строго тюнеры сказали не мельч 76 и я тебе провел всю на 76 и поэтому у меня здесь такая мысль 70 не мельч ну грубая это и вес поменьше и звуков противных будет тоже поменьше да, за счет того, что труба большая завихрений тоже много и на звук это тоже влияет в том числе вы думаете, что 70-ку ну, она его не задушит 70-ка вот так это за глаза даже более чем это 70 почему тогда у меня было 76 у меня на шкоде вот такая не точно не больше нас за глаза за глаза все, делаем тогда 70-ку нафиг даже мы всегда открыты к мнению профессионалов потому что мы сами-то не дилетанты слава пойдемте в офис выбирать насад все, пошли давай из вот этой выхлоп сделаем вот это наш вариант убибастый больше выхлоп у меня блин, смотри, какие насадки елки-маталки давай выбирать прости, Егор, короче, это все уже не важно что ты там рассказываешь, это не интересно смотри, тут что происходит надо самые хромированные из всех хромированных вот такое вот такое хочу а давай, кстати, посмотрим вообще Гольф Эрт какие-то насадки ну вот же, идеально ну ты согласен, что это круто? это круто блин а давай сделаем Гольф Эрт в единственном видео, у которого будет одна вот такая о, а давай вот так вот три три кстати, три зонды, погайки да, да, да вот такую а если одну такую поставить мне кажется, это уже будет ужасно сделать колхоз ну конечно так и наша цель сделать колхоз, чтобы Слава страдал, ездил понимаешь, он не должен радоваться ну, одинарное, одинарное не войдет это я взял со скосом, чтобы понимать вот вот это, кстати ну, прикольно вообще ништяк и со скосами а прямые и, ну, я не знаю, кстати даже, что из этого сбоку, вот, кстати да и без скоса выглядит прикольно на самом деле без скоса давайте проголосуем давайте проголосуем кто за прямую? без скоса все, единогласно Егор, прости, ты не голосуешь не, давай прямую ставить скос, конечно, прикольно но прямые, блин они как-то, я не знаю торчат, короче они прям, да прямые, они как-то прям прикольней давай поставим две разных вообще, вот так вот так, можно сделать? идеально вот это наш вариант еще одну в сторону да, вот или одну вообще вот здесь а другую по центру не, вот это круто, вот это будет очень красиво, мне кажется будет очень круто да, ну вот это топ он вообще вот это, я прям зашел сразу увидел этот вот сдвоенный он очень крут это будет первый в жизни в первой истории Гольф 4R так как Гольф в Филитеке завис на несколько дней и у нас есть как бы свободное время ну, хотя бы этот день до поездки в Тольятти мы решили провести его с пользой как вы помните у нас есть одна большая проблема проблема заключается в том что у нас нету проводки и разъема по правой стороне Гольфа потому что то, что там стоит нам никак не подходит и где ее взять мы обзвонили кучу разборок что только кому только не звонили ни у кого нет этой проводки потому что она в реальности никому никогда не нужна обычно когда машину разбирают эту проводку просто выкидывают потому что эта проводка она не большая основная проводка двигателя именно левая а вот правая сторона она не большая проводка и она принадлежит конкретному автомобилю чаще всего под комплектацию и поэтому ее в продаже нигде нету и уже отчаявшись поняв, что отдельно проводку целиком никак не купить мы начали искать разъемы и даже с разъемами была засада никак не получалось найти нужный и тут вдруг мне в голову пришла одна идея из прошлого короче, мне вдруг в голову пришла интересная мысль а что если забить вот так вот БОС М М797 ВАЗовский блок Bosch M797 у него возможно такой же разъем должен быть 121 вот он видишь разъем такой же ключи могут быть другие блин это же гениально мы просто сейчас купим ВАЗовскую проводку и подкинем и если это это будет просто супер я только сейчас блин блин чертова фигня и ведь архитектура бошерского блока не внутри он другой безусловно но разъем скорее всего будет такой же и нам просто окупить ВАЗовскую проводку сколько она стоит рублей 100 Кирюх, привет 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 еще раз знаешь что тебе в жизни больше всего не хватает в сервисе тебе не хватает проводки двигателя десятки двенашки либо четырки с 2003 по 2006 год выпуска под блоки bosch m797 и январь 72 прикол в чем новая не нужна надо купить бушную но важно чтобы был целый разъем на блок двигателей чтобы она не была в капусту ушатанная бюджет полторы тысячи рублей полторы две максимум да это будет просто я еще блин смотрю на этот разъем я говорю он же часто встречается и в голову не ударило БАЗ если сейчас десятка спасет нас то это будет очень круто ну да и не надо искать по разборке ну что получилось ты говори знаешь что мы сейчас понимаем и сейчас мы тоже все поймем что мы же не можем это проверить потому что машины не заводятся Слава принимает работу да Слава принимает работу Слав а что ты взял бы ключи вот так вот раз такой так что там у вас ваш автомобиль ваше мнение у меня есть петля а тебе надо было МТВ на нее где-то такое даже махрушка отлично мне нравится очень-очень спасибо а глушитель на кочках не задевает ни за что нет все отлично то есть вы принимаете работу да я принимаю работу снято супер короче подводя итоги я на самом деле переживал за тем того что когда мы это все примеряли я думал что по итогу это будет выглядеть колхозно но нифига не выглядит вот реально выглядит прям вот прям как будто ну окей не завод но как будто один из типов тюнинга ну не знаю мне нравится надо поменять этот говно значок на нормальный хромированный заводской чтобы было сочетание ну и буковки ты говоришь Слава уже новый приобрел Слава тоже Слава тюнит в меру своих возможностей буковки значок да не ну выглядит круто нет ощущения что что-то левое лишнее да да вообще четко мне нравится очень круто блин вот так прям хочется уже так хочется уже быстрее поехать но это прям круто не знаю я прям я что-то давно давно не горел проектом как вот эти классно все супер классно и выглядит круто выглядит круто но в любом случае я уверен я жду комменты колхозинг туда-сюда это будет по-любому но я не согласен вот я сейчас здесь я не согласен с тем что это колхоз абсолютно не согласен были у меня не раз сомнительное решение по вашему мнению как вот мне писали в комментариях диски на мустанг еще что-то то есть тема вкусовщины и дизайна она очень тонкая кому-то нравится кому-то не нравится но здесь я уверен никто блин ни один человек в комментах не сможет написать что этот гольф с таким выхлопом выглядит дерьмово потому что надо идиотом быть чтобы это написать классно да хочешь написать такое будешь идиотом все Слава, что ты прячешь а ну-ка покажи а ну-ка покажи а ну-ка покажи покажи что там сделал любой рабочий день начинается у Славы с перекуса с завтрака с обеда да-да-да у меня же нет жены которая меня кормит с утра а пора бы уже давно завести короче и так сегодня девятый день оживления и сегодня супер крутой день наконец-то машина приехала из филитека с глушителем глушитель полностью установлен осталось только прокладку поставить под коллектор и сегодня у нас самый топовый день самый топовый потому что сегодня у каждого из нас работы вагон сегодня вряд ли но завтра мы должны уже завести этого гольфа и это будет лучшее событие тысячелетия это даже круче чем запуск кобры я вам точно говорю поэтому пойдемте толкать и круче чем запуск космического шаттла телескопа как там Джеймс Уэб ну это вряд ли конечно ну это вряд ли конечно слава ты что если это не так то иди сам и достать все понял ладно ладно круче круче все меня возненавидела вся наша астрономия стоп 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 да ты что а ключ так забрали отсюда руль то щелк и все ой слава сейчас я прибегу слава я хочу увидеть счастье на твоем лице ты просто посмотри никогда в жизни никогда в жизни этот гольф не увидел бы новый нулевый радиатор если бы не вся эта ситуация а вот у нас ништячки подъехали ништячки блин слава ты только посмотри так про это мы поговорим попозже итак что у нас есть это не дэдпул блин они привезли за ЗВФ прикинь второй такой же Китай но это такое же дерьмокачество как и дэдпул в принципе слава это тебе это опора номер 1 вообще неинтересно почему это опора номер 2 по моему опора я не знаю опоры надо сразу менять дальше это тебе прокладка можешь сразу ее втыкать потому что иначе потом будет сложно это что такое ой это лямбада слава это нулевая лямбада слава лямбада стоимостью 9 косарей оригинал бош германия ну просто вот просто это вот это это событие жизни просто для этого гольфа никогда он бы не узнал что такое новая лямбада если бы не эта ситуация а это что? а это это борсихунг это тот самый клапан ребята говорят, что в принципе неплохой борсихунг я в первый раз в жизни слышу но они говорят да но я продул его он держит тут смотри какой борсихунг у него даже инструкция идет если вы дебилы хотите надуть полтора бара в эту машину то этот клапан держать не будет здесь написано распределим усилия кто чем занимается славина задача сейчас для начала воткнуть прокладку потому что Фили когда подкнул глушитель не воткнул прокладку и дальше ставит радиатор ставит телевизор и в принципе начинает собирать морду нет, ставит опоры а, ставит опоры потом радиатор и потом кулек еще вешает еще кронштейны для него изготавливает еще что только не делает ты что будешь делать я буду делать самое важное для этого автомобиля для начала смотри какие коннекторы пришли еще помимо этого слава это интересно смотри какие пришли малюсики смотри и еще пришла та самая пришла вот она родная это проводка которая лет 10-15 уже отъездила на какой-то десятке и десятка сгнила и сдохла а проводку оставила для нас и как я и говорил АМП разъем хоть и автоВАЗ но разъем-то АМП как к нему никаких претензий нет то есть по качеству этот разъем не важно что он стоит на ВАЗе он ничуть не отличается от самое главное надо же его примерить да вот сейчас самое важное это примерить подойдет ли этот разъем вообще какова вероятность что у нас вся эта идея сработает и прямо сейчас мы это узнаем ну что давайте давайте ваши ставки специально ничего не показывать не буду ничего не показываю Слава ты говоришь подойдет или нет нет ты говоришь, что не подойдет да я уверен, что подойдет я просто хочу, чтобы подошло окей итак так, погоди ага ну давай ну вроде по этим похож ну пожалуйста давай все, с тебя кофе не подошло так вы же не на кофе спорили так, секунду так, секунду Слава, блин, ты че проклял разъем? у него, у ВАЗовского вот здесь ключи раз-два а у этого вот здесь ключи раз-два в этом блоке чтобы такие дебилы, как мы не втыкали эти разъемы есть разница вот у тебя ключи, видишь раз-два-три-четыре вот они пропилы ты имеешь в виду да, пропилы а у этого разъема они спереди и сзади видишь? а здесь по бокам нету Слава внимание, вопрос что мы будем делать? что мы будем делать? пилить блок все верно ведь проводка гораздо важнее чем блок а зачем я его снял? он же не в сборе идет я не знаю да Слава, странно я тебе об этом говорил откручиваешь просто опору сверху меняешь ставишь другую я думал он в сборе идет с нижней опорой и здесь то же самое просто сверху четыре болта ставишь новую и все нет, Слава я что-то смотри и думаю зачем кусочек коробки откручивать Слава, нахрен я снял эту опору? ну просто проверить все ли нормально что ты его оправдываешь? нет ли трещин там каких-то? это ответственный подход Слава просто обосрался а ты ему задницу подтираешь между прочим, пока там балду гоняешь я уже много чего сделал например так и не смог до сих пор открутить опору? прокладку поменял а, ну да так что можешь загибать пальцы по моим действиям Слава поменял прокладку это раз вот загибаю пальцы, видишь? Слава открутил ненужную опору это два проныл по поводу ржавчины это три все, видишь Слава за сегодня уже много чего сделал и так, момент истины примеряем а, на самом-то разъеме тоже надо срезать подружить ли автоваз с автовагом автовагом да и так давай брат ты сможешь не хочет что на этот раз расстояние вот от этого пина вот до сюда вот это больше больше чем в блоке расстояние между этим пином и стенкой я уже, блин, столько из этого разъема лишнего повынимал давай еще одна ластецкая попытка все все ты рад? ну да а я нет на мой взгляд это очень дерьмово знаешь, что смешно у Слава? не совсем мы не сможем поставить этот разъем и по совсем другой причине не потому, что я не могу его воткнуть я уже это сделал он уже втыкается не потому, что он вазовский и не потому, что не хватает проводов все эти вопросы можно решить кроме одного этот разъем для установки в салоне он не герметичный смотри вот герметичные пины видишь? ой, как на москвиче у меня было я понял, о чем ты говоришь а здесь они не герметичные а блок управления стоит в жабу да у десятки блок управления стоит в салоне а здесь вот стоит в водоотвоящем коробе то есть у нас разъем будет стоять вот так и на него вода будет ну, в теории литься не будет но он стоит там, где воды полно ой, блин, ой, блин ой, блин а вот об этом я вообще не подумал что у нас может быть такая проблема сколько в этом гольфе было таких моментов и опять очередной раз то же самое эти качели эмоциональные качели когда тебе кажется, что ты нашел решение и ты такой уже в эйфории как легко все произошло и как уже можно ждать результата и тут такое тебя опять опускает и то же самое произошло и с проводкой с разъемом вазовский разъем я уже даже подогнал его я вырезал ключи он уже прям втыкается в блок но никак нам не подходит просто потому что он, блин, не герметичный а где взять герметичный разъем? и получается, что вот эта ситуация откидывает нас опять туда же обратно еще до поездки в Тольятти когда мы отдали машину телетек вот и сидели, выбирали разъем мы опять вернулись на эту же точку этот разъем нам не подходит и мы начинаем искать опять заново разъем, но уже герметичный смотри, ауди ТТ 8Н вот он прям разъем сфоткан вот ребята вообще молодцы вот эта разборка мне очень нравится у них их подход вот тебе разъем, как нам нужен это ауди ТТ я тебе говорил, когда ищешь а три ТТ, они нам тоже подходят да, это не совсем то, что нам нужно но если, допустим, здесь будут необходимы разъемы но правда, блин, цена двенадцать триста это, конечно, космически дорого пусть мы исторгуемся там даже до десяти это очень сильно нам облегчит работу потому что часть этой проводки мы просто будем использовать у нас всего два варианта либо мы едем на разборку сейчас и смотрим ту проводку, которая у них есть выбираем максимально похожую подходящую нам это, скорее всего, проводка будет либо от ауди ТТ либо, не знаю, от шарана какого-нибудь и на базе нее делаем то, что нам необходимо ну то есть сращиваем родную проводку этого гольфа и ту проводку, которую мы привезем либо другой вариант мы заказываем за семьсот рублей разъем чистый АМП вот этот вот точнее ТИКО и его собираем здесь то есть полностью оставляем твою проводку добавляем не подходящие провода а отрезаем твой разъем прямо под корень и тут же прямо вот в этом месте где все это находится соединяем новый разъем короче, надо делать выбор какой из этих вариантов нам будет проще и лучше я думаю, мы пойдем способом, который легче мы сначала сейчас возьмем разъем за семьсот рублей сейчас сразу закажем, чтобы он ехал сюда я тем временем начну бомбить уже проводку смотреть, что мне не хватает что мне нужно доделать и если этот вариант если у нас пины будут плохо обжиматься если будет какая-то ну не складуха то на разборку мы можем съездить в принципе в любой момент как ты думаешь, что я хочу сделать? приклеить картонку да скотчик, да? тебе нравится эта идея? мне очень приятно, что ты такой заботливый короче, все оказалось намного еще проще и вообще вот я говорил про два варианта либо приедет новый тиковский разъем либо мы будем использовать старый все гораздо проще блин этот вопрос, который стоял перед нами так долго решался вообще за три секунды оказалось, эти ребята на разборке занимаются этими разъемами и у них нифига не новый тиковский разъем а они просто привозят обрезают фишки и привозят из Европы фишки да и к нам бреет разъем просто обрезанный с куском проводов вот и все и нам ничего обжимать не надо будет почему бы это не сделать сейчас смотри, как идеально сразу все встает просто вот я закинул его и все вот он встал и вот куда нам разъем надо подключить все, вот длину провода теперь я знаю хоть чем-то займусь пока провод едет да ладно, блин серьезно ты видел? да ты видел? а ну иди сюда да, прикинь и смотри какие провода на него у нас есть разъем на лямбду спасибо volkswagen туарегу за это для начала мы делаем самую простую операцию мы подключаем датчик давления над дубом так где мои электросхемы? где-то были здесь да блин, ну Сань, ну как? какая машина, такие электросхемы все, какие претензии надеюсь, ими задницы не подтирали ну вот это вот коричневый след подозрительный, конечно а вот это мне очень важно потому что я по ней буду подключать педаль газа и если у меня ее не будет то я заново придется все перепрозванивать а это очень долго и нудно слава пират ну выглядит это вкусно в смысле вкусно я же тебе не жрать предлагаю ты опять голодный что? вы все славы голодные есть закладные гайки, понял? ну поделаешь их, заклепываешь и можно закрутить я понял только здесь что у Лехи Трусова есть такое? я поднакомлю блин, Леша в прошлый раз, когда ты советовал что-то славе я моторчика заднего дворника лишился на Туареге так что я бы его советовал у тебя появился новый оригинальный хороший за мои деньги, если что офигеть слава, скажи кайф ну это действительно вот с момента со времен Шкоды Октавии и даже еще раньше как вот мы снимаем крупно одно и то же каждый раз и не надоедает не надоедает? да нет, они такие прозрачные понятно тебе не надоедает потому что это твоя машина смотри, Леха как прикольно себе делал что это такое? нет, Леха это от холодильника? цивистиги а что, он кронштейны сделал? да блин, Слава, ну ты должен сделать лучше его надо унилить мне бы еще так сделать хотя бы ну так ты же спец покажи, что ты на уровне там не так все просто, к сожалению там не так все сложно, как Слава думает и хочет показать надо фен вырубить ну надо же цену набивать усилок зачем тебе подрезать усилок? я вообще не понимаю зачем? ну и что ты хочешь пилить сам усилок вот здесь? да ну это крокодилия тема давай так если бы это был мой усилок я бы запретил а на Славянном гольфе да слава богу есть же фраза какая? парить оно конем все верно режь ну это же сила бой элемент который ралонжероны держат у нас весь гольф придет по этой по логике по резиновым конем не, нам надо по-любому резать Слав, не вариант так и вы же примеряли бампер он же становился все, режем усилок я просто вижу толщину металла этого усилителя и понимаю то, что это не просто так дизайн Слава, прости мы сделаем красиво, Слав безболезненно ну погоди вот этот ты хочешь отпилить вот эту часть правильно? она несет кого? она держит нагрузки как швеллер швеллер же имеет такую форму буквы П все верно Слава тебя туда уголок варит а давай вот так вот уголки вот так щелк ну я постараюсь так сделать это был твой любимый усилитель все, я не буду смотреть лучше ой, блин если бы это был мой гольф я бы очень расстраивался что Слава сейчас будет что-то резать моему горю не было бы предела просто ой, 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 там усилитель пришел не хочешь смотреть? я пока не буду я не буду пока смотреть ужас я бы не смотрел я тоже специально не смотрю туда я тебя полностью поддерживаю если бы на моей машине Слава предложил пилить усилитель я бы на него обиделся а все так делают? я уже узнал вообще словосочетание пилить усилитель? все так делают я уже узнал даже в автозвуке звучит не очень о, ты ж красота просто посмотри это великолепно как будто всю жизнь здесь так стояло пойдем там посмотрим это зона созидания не, а там зона разрушения дистракшн ну-ка показывай даже этого мало оооо у тебя должны пилить так пилить не будешь это ерунда вообще ты эту фигню отпиливай нафиг вообще убирай окей вот отсюда отпиливаешь и вот этот язычок туда вот так кладешь окей и все давай займемся моей любимой работой так как всем насрать и здесь все останется ржавым как и было я предлагаю заняться этим за три тысячи двести рублей было куплено куча ништяков вот они это называется провода Леша ты знал? да, я охренел вот это все стоит три тысячи две семьдесят один рубль вообще конец цены просто, блин, драконовские все у меня у меня обед кто б сомневался наша задача Слава подключить три провода это масса куда она прикручивается ну-ка скажи мне к кузову ну да вот из-за таких как ты потом машина сгорает это масса четко прикручивается к стартеру и только сюда на стартере берется вот такая классная гаечка новая гаечка на помойке самые дешевые гайки куплены вот к этому болту на стартере, видишь? ну что, шанс есть, Слава, что это будет жить? ой, как отвратительно это выглядит охренел ужасно вообще, блин так кончено я бы даже смотреть не хочу сразу говорю это пока временно мне надо просто примерить это все красоту мы будем наводить потом итак что мы имеем? две абсолютно новых клеммы причем хорошего качества новый провод 35 квадратов плюсовой от клеммы аккумулятора до стартера все везде зачищено дальше по минусу у нас два провода силовой 35 квадратов квадратов идет от клеммы до стартера, вот до сюда вот он, также провод от аккумулятора на кузов вот он, меньше примерно квадратов 15 15-20 квадратов, я точно, а 18 квадратов 18 квадратов, плюс помимо этого специальная разгрузочная масса от моторного щита до ГБЦ и того мы получаем полностью закольцованную систему, то есть у нас хорошая масса между кузовом двигателем, между кузовом аккумулятором, между аккумулятором двигателем, везде хорошая масса и плюс естественно отличный плюс от клеммы аккумулятора до стартера и дальше вот сюда, вот мы уже на предохранитель, вот эту вот сегодня поменяем как ты знаешь, подключим вот этот провод когда Олег привезет гидравым жимчук что скажешь? ну это круто согласен, и вот это вот смотри вот просто посмотри, вот это это прям вишенка на торте это прям так это, как это называется комплимент да не получается, короче, сколько я не пытаюсь у меня не получается делать даже в этой машине, я не могу делать лишь бы было эта машина позволяет делать порез оно конем в шутку мы постоянно со Славой говорим, порез оно конем, порез оно конем но в реальности как ты видишь так не работает начинаем эпопею с разъемом кажется, что делов-то всего ничего возьми да поменяй разъемы на самом деле, за этим скрывается гигантская работа и начинается она не здесь чтобы начать правильно подготовку к установке разъема нам нужен ноутбук точнее не так, нам нужна электропроводка я ее уже распечатал, подготовился но из-за того, что ее кто-то пожевал кто-то посчитал, что эти электросхемы нафиг не нужны они превратились вот в это то есть, они выглядят сейчас не самым приятным образом ну и естественно, мы просто распечатаем их заново электрика, это просто и классно итак, это Слава, твой гольф это твой новый гольф теперь, как карты, знаешь, у Шулера она так в общем, что я сейчас буду делать это просто в тупую смотреть, какие провода у нас есть каких не хватает что нужно допровести что к чему подключается и так далее ну скажите, это же конец целую проводку переделать я скажу, что нет самое интересное, что 90 процентов не 90, 70 процентов здесь уже не нужно мне потому что у нас по правой стороне на мотор все практически по мотору датчик давления коленвала детонации дроссель клапана всякие N249, N75 и так далее все это давно подключено потому что у нас проводка есть а мы будем смотреть только то, что идет по левой стороне еще две дверки еще две дверки кайф смотрим каждый листочек и обводим все цифры которые от 1 до 81 таким образом мы сможем понять сколько проводов нам требуется речь идет про большой разъем у него всего 80 пинов моя ставка 40 давай спросим у ребят товарищи просто на рандоме скажите пожалуйста цифру от 1 до 81 как вы думаете ну разъем 81 пиновый 21 56 56 Слава 21 Платон Платон уже проиграл 100% но ладно Слава молодец 56 Слава сказал и я скажу где-то 44 вот так вот блин, ну у меня погрешность все равно будет сейчас я посчитаю их и потом тебе скажу 49 и все никто не угадал ближе всех получается я 49 проводов 49 пинов 49 коннекторов за завтрашний день мне нужно здесь соединить 49 тысяч слоев изоленты да короче и так сегодня десятый день десятый день ковыряния десятый блин уже осталось совсем чуть-чуть четыре дня а у нас непаханное поле в общем-то много чего сделано и остается не так уж много задач но каждый из них на огромную кучу времени я не буду тысячный раз говорить что мне нужно разбираться с этим разъемом я вчера весь день это говорил и не делал этого а с лави нужно сделать несколько вещей первое это закинуть морду разобраться с кульком окончательно все это подключить но я попрошу его это сделать позже потому что мне здесь нужно ковыряться есть еще один пункт который нужно сделать с лави по механике поставь, пожалуйста, педальный узел а закинь его туда электронную педаль смотри, лонжерон тянули да, тянули лонжерон это следы губок стапеля сто процентов когда здесь ставится такая губа она крепится потому что это силовая часть лонжерона вот они за нее крепятся и ее тянули ну не сильно же тянули не сильно кто знает, сколько ее тянули ну ладно когда у тебя будет 300 сил ты в любом случае на столб его натянешь и будут тянуть еще раз блин, самое хреновое собирать за кем-то педаль я не знаю как а кто ее разбирал то кто ее разбирал кто ее разбирал кто разбирал педаль слава не, на самом деле там все болты на месте там собирать вообще изи стало понятно вчера вечером что нам нужно соединить 49 проводов на эту фишку это не мало и если мы будем сажать их на коннекторы на мои любимые коннекторы то скорее всего мы получим вот такую муфту огромную в проводке ну то есть сами все коннекторы же большие и они будут занимать много времени и чтобы такого эффекта не получить обычно их разносят на разные расстояния но так как у нас провода короткие разнести на разные расстояния их не получится поэтому соединение будет все примерно в одном месте а значит, что скорее всего мы будем использовать пайку пайка не самый плохой способ соединения да с каких пор с сегодняшнего дня ну зачем надо было сделать это восемь раз чтобы понять, что оно задевает надо выбрать самый подходящий кто кого я вижу кто этот человек Олегиус я очень рад тебя видеть очень очень я специально держу долго твою руку потому что Слава тянет ее и выглядит максимально глупо с протянутой рукой и которую ты никак не можешь пожать смотри, скажи пожалуйста по какой причине мы не можем использовать этот разъем вот сейчас сразу профессионализм Олега давай Олег ну возможно он не комплектный для начала ну ты говоришь, что 41 провод надо 49 3-8 пинов не хватает нет фигня пины есть у него в днем самом есть пины мы их можем использовать и обжать ну и плюс короткие проводочки нет нет тогда не знаю я был рад, что он мог ответить быстро и правильно я сказал не знаю не знаю не правильный ответ смотри все очень просто на автомобилях производства ВАК есть два типа установки блоков управления какие, как ты думаешь это ты у нас в Volkswagen ну просто предположи два типа установки на всех машинах два типа установки всего лишь под капотом например и в салоне не совсем не знаю на болтиках и приклеено почти еще ну как еще не знаю и кверху разъемами и книзу разъемами нет и еще вариант типы установки да не знаю ну как бы рукожопами и на заводе нет ладно не буду тебя мучить наружный и внутренний чем различаются блоки установки наружный и внутренний важный важный аспект герметичность разъема да вот теперь посмотри сюда скажи почему мы не можем установить этот разъем ну он и герметичный потому что этот разъем скорее всего от Passat B5 у которого блок управления находится в герметичном корпусе а значит он не должен иметь герметичный разъем сейчас я тебя пригласил сюда просто для того чтобы мы быстрее намного этот процесс сделали мы хотим завести сегодня эту машину если я буду делать подняху 49 проводов это будет слишком долго то есть все обведенные пины это те которые нам нужно соединить мы вчера даже угадывали мы вчера сделали мини этот пытались угадать Олег как хорошо что меня вчера не было давай ты сейчас предположи сколько проводов надо соединить 49 блин ну вот как как ты угадал Олег ну вот как вот чувствуется да у Олега есть вот эта чуйка какая то профессионализм или память хотя бы 2 килобайта да достаточно для сохранения информации это не мое это не мое вот это не мое в смысле тебе подкинули это не мое я тебя одного здесь уже не хватает улики Олег ты у нас свидетель скажи пожалуйста Слава жрал? нет 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 Слава не жрал? нет что ты почему у тебя 100 долларов купюра из кармана торчит не торчит у меня оттуда никакие купюры короче сейчас иду к запчастисту полчаса мы с ним сидим выбираем патрубки для того чтобы подключить байпас уже выбрали нашли заказываем доставку там еще таких нет сяких нет туда-сюда куча геморроя ничего не получается в какой-то момент заходит Леша мастер Леша и говорит такой а что вы ищете? мы говорим патрубки силиконовые переходники с 19-25 миллиметров он говорит а у меня есть приносит так мешок ищи и я реально открываю открываю и первое что я вижу это патрубок 25 миллиметров офигеть у него тут что только нету блин ты вообще ты просто супер впервые в жизни говорю тебе такое как раз перед увольнением да? да 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 как раз хотел сказать хорошо что мы тебя не уволили тогда блин а где ты их все набрал вообще? знаешь сколько я их собирал эту патрубку где их только не искал офигеть тут что только нету блин где ты был? вот где ты был? больше не спрашивал ничего спросить надо было офигеть давай дружить ага ой извини пожалуйста ну ладно уж ну чего ты ну ты как Деймар ты как Деймар слава блин да я ну я не хотел слава Олег ты просто посмотри просто посмотри насколько это будет великолепно все вы заколебали я буду бампер ставить вот этот и кстати я одну фигню не нашел подушечку вот эту вот вику вика то есть а другой нет одна была только новая ну наверное была только одна слава я понимаю вот она смотри а тебе сколько их нужно всего одна еще нужна всего четыре три на месте одной не хватает вот же она слава блин в смысле ну окей я к тому что удивительно блин Олег сделал очень круто вообще у нас вот это вот не хватает она должна быть мы заказывали одну дополнительно ее не хватало ты снова потерял одну? ты же ее нашел Слав так и просится самодельная одна да не просится никакая в смысле? я ну то есть двух не хватало получается нет получается одной не хватало ты просто ее взял с того радиатора и опять куда-то потерял слав нет не так было я поставил туда две штуки одну потом сюда скорее всего примерил и все никто же даже не заметит этого слава опять что-то потерял и ходит ищет год уже да? вот же она елки-палки так все вы задрали я ставлю смотри делается это очень легко смотри видишь хоп оно а здесь сверху смотри оно все слава как ты себя ощущаешь когда понимаешь что машина тебя собирают люди не способны справиться даже с такой простейшей операцией все способные абсолютно люди я вижу и все понимаю что все отлично все под полным контролем все село? ну как теперь наклоняйте все вот теперь радиатор никуда не денется смотри слава я все твои вопросы решил все даже те которые у тебя еще не возникли ой блин ой блин ой блин ну я где тебя по объявлению что где-то набрали слава сложно делать одному наверное все-таки вообще легко я сто раз так делал ой а вот это вот так слава у меня что-то не совпало здесь ни хрена а здесь тоже там морда вся кривая видишь на стапеле тянули о да доработать напильником такой вот так вот на дорабатывай Олег почему ты постоянно так кричишь я же здесь рядом мало ли вдруг я плохо со слухом смотри немножко еще надо что-то подточить чуть-чуть не закрывается крышка Олег смотри все-таки не закрывается да а ну в принципе вот так вот под нагрузкой ну если прям давануть ой с этой стороны кронштейн вообще сломан вот это мне нравится работа по гольфу идет полным ходом все заняты какими-то процессами я провожу проводку Слава там занимается чем-то по механике Олег вообще вышел куда-то по своим делам и в принципе ничего не предвещает беды как вдруг О-о-о-о-о-о-о-о-о-о ну ты че? у нас это нормально, у нас каждый день такое происходит обычный день сервиса обычный день сервиса, да да это Peugeot, это нормально а не каждый день тогда будет подымай, Слав а я еще смотрю, что у него багажник загорелся делай мир, что ничего не происходит это было пожестче, чем на дискаче Олег господи, да вы здесь опять порошком балуетесь да, опять порошком балуетесь Саня решил последовать твоему совету и попытаться завести машину на муке вот что из этого вышло что из этого вышло, много муки, но не завелась да это просто каяц это первый раз в принципе в сервисе, когда у Сани, у нашего электрика такое происходит у нас только недавно была ситуация с Дискавери а до этого еще была ситуация с Линкольном поэтому это уже никого не удивляет и Олег, Олег другой, Олег слесарь даже ни секунды не сомневаясь просто берет экзетушитель и со спокойной рожей идет тушить эту Peugeot как будто это происходит каждый день вот реально, настолько это было обыденным уже Саня, Саня у меня учился Сань, молодец, экзамен сдал что потом владельцу сказать, что у него капот черный да блин, грязный в сервисе был кунг-фу применяешь? кунг-фу ты думаешь что я поднимал машину для того, чтобы провести провод лямбады, правильно? ну признайся, ты так и думаешь признайся я не думал, я не умею блин у меня нету в голове ответ на этот вопрос на самом деле я делал это для другого я делал все это для того чтобы лишить этот автомобиль этой проводки итак, уважаемый Олег предлагаю вам присесть на этот стульчик мне сам себе я предлагаю сесть на этот стульчик и давай, делаем умный вид придержи бампер, пожалуйста нифига подержи ну ладно уговорил можешь повесить на крыло иди подними в смысле на крыло повесить тут от крыла просто кронштейн бампера смотри Слава вот этот пластик просто направляшка на которой висит бампер ну ладно один козочек остался ну это вообще конец пока прикинь все таки смотри Олег, он как твоя Мазда он по центру во что-то упирается как думаешь во что? я знаю во что а ты знаешь во что? да, надо вот это выпиливать да, выпиливай ой, пожалуй слишком много слез будет там же номер не закоться, пожалуйста, с номера а, номер новый Слава просто номер помнишь нашу тактику? поднимаешь руку вверх и такой парися ну гос номер жалко, я вам не так новый а бампер ты будешь красить когда-нибудь? скорее всего меня вот так нормуль? да, а ты эту решетку обратно ставить не будешь? поставлю офигеть Слава промахнулся нет, я с запасом ровно с запасом ровно офигеть ты промахнулся на километрах а там вот если бы не кронштейны то он бы встал бы без не, он нормально он кстати и держит кулек даже прижимает поэтому поэтому Слава если бы я делал кронштейн я бы сделал их сзади кулика а не спереди а почему ты не делал? потому что Слава у меня есть другая работа он манипулирует тобой не обращай внимания вообще я тебе открою секрет Слава бампер режется ножом для этого не надо болгарка использовать да? а ты можешь его порезать ножом? вообще изи я нет а ты просто хочешь их заклеить раз навсегда? ну посмотрим вот это подход вот это подход вот это отличный подход да только по-другому Слава я уже присмотрел новый бампер себе ну а окей а ты новый бампер точно так же резать будешь как это ты же понимаешь они все режутся так новый бампер тебя не спасет ты бы крыло себе новое присмотрел лучше присмотрел так и где оно? даже если я его куплю завтра скажем какой смысл его ставить если его надо окрашивать сначала отдельно знаешь Слав крыло любого цвета будет лучше чем вот это любого даже если оно будет фиолетовое блин согласен Олег? ну это вообще конец у кого в сервисе самый хороший нож? угу, спасибо что такое? ты видел монтировку? почти мне только что все стало понятно все мгновенно стало понятно я просто есть проблема Олег какая? я не знаю ну как так можно было сделать? ну как? вот как? вот мне стоило просто посмотреть на машину с этого угла и сразу стало все понятно меня интересует почему Слава Валатска не понимает о чем я сейчас говорю а Слава Поруков вообще о чем он думал в первую очередь так ну я так понимаю с кульком и вот этим всем узлом связано да? возможно да да я я просто сделаю один кадр который потом на монтаже вставят и сразу станет всем понятно Олег, ты тут ни при чем не понял? и ты Слава не понял? ну так мне нравится играть с вами в эти игры мне интересно кто-нибудь догадается или нет? вот сейчас смотрите я вам сейчас скажу в чем дело вы все поймете в чем дело потом придет Слава Поруков и мы все будем с умным видом троллить его чтобы он догадался в чем было дело да? я просто не понимаю в какую сторону в сторону радиаторов и кулька посмотри сюда Слава посмотри сюда Слава вот я у тебя спрашиваю давай смотри я тебе покажу две вещи а ты мне скажи что ты из этого понял? смотри что это такое? все, я понял и вот это вот что такое? скажи мне пожалуйста вот это что такое? подача и обратка с радиатором так смотри вот если я сделаю вот так и вот так ты поймешь? да, я понял а вот теперь посмотрите сюда просто посмотрите сюда и все всем станет сразу понятно как вы это блин вот пойдем теперь вопрос к тебе идем сюда зайди сюда вот посмотри туда посмотри туда на машину скажи тебя ничего не напрягает? да, туда вот просто туда ну пока не понимаю о чем речь ну вообще в принципе просто посмотри вот в эту область да не особо ничего не напрягает? пойдем сюда пойдем вот сюда пойдем вот сюда пойдем сюда загляни вот сюда тебя ничего не напрягает? а то что вот эти вот патрубки нет, а что? криво? криво согласен, да? Олег? немного ага потому что у него вот так вот морда вынесены а еще и разъем вот вы теперь вот ты знаешь и ты знаешь и вот ты знаешь вот вы видите насколько это жесть насколько это нельзя не видеть вот вы видите я-то я-то понимаешь откуда знал где в каком месте здесь что куда подключается Слава посмотри пожалуйста вот это что такое? ну я про это и говорю ну переделаем фигня дело не в этом теперь становится помнишь ты забивал эту фигню туда? а знаешь почему? потому что у верхней и нижней кронштейнов разные посадочные места я знаю я знаю все это все что я хотел сказать это все Олег, пошли дальше заниматься делами это все? это все это все это все делов то радиатор перевернуть надо? да как блин как это произошло? как? ты же ставил его я ставил, я его втыкал как вы его поставили Слава хорошо перекинем перекинем не проблемам в чем проблема? перевернем Слава, ты испытываешь боль? да нет я видел то что ну меня смутило то что вот этот патрубок идет на эту сторону а эти там обиднее всего мне что я не посмотрел вот он вот они ковыряются с телевизором а знаешь что самое важное? что в момент когда я втыкал эти резинки туда я еще смотрю думаю здесь же выпил есть думаю а как? почему эта резинка ставится на выпил? у нее же овальное сечение и мне самому в голову это не пришло просто мне в голову обиднее всего что это я блин мог предусмотреть все год назад Слава, тебе стыдно сейчас? нет почему? ну ничего страшного тяло, тяло, тяло как ты ее сейчас отсюда вот смотри Вика треснула видишь? идите клеить Вику куда ты смотрел когда стоял? куда? куда куда я смотрел я уже сам все иди сейчас погоди ой Слава блин ну конечно в этой ситуации мне сложно съезжать на Славу потому что я сам лично по факту втыкал этот радиатор туда но на момент когда я его втыкал я не думал что блин кто-то может его неправильно поставить короче с радиатором мы жутко обосрались и ладно я признаю свою вину в данной ситуации здесь по-другому не сказать ведь и лично моими руками он был туда установлен значит это наверное я должен был посмотреть что он стоит неправильно блин а то что Слава забивал туда эти кронштейны которые должны надо просто поставить с другой стороны и не надо ничего забивать они встают очень легко это мы как бы оставим за скобками да в общем виноват я но тем не менее по сути это у нас уже максимально приближенная ситуация к запуску двигателя нам остается совсем чуть-чуть вся морда собрана кулек уже как таковой установлен дело за малым нужно только соединить всего лишь 49 проводов на разъеме но это не такая большая работа ведь у нас есть Олег и до конца собрать бампер передний собрать морду и это будет первый запуск поэтому ребята я обещаю в следующей серии будет первый запуск он бы и в этой серии был но Леша не захотел делать ролики на 2 часа эй очень классно, да и здесь классно было и до этого было классно в общем каждый ролик по гольфу классный, не знаю мне этот проект просто нравится больше всего и сейчас, чтобы вы понимали нет, я не буду спойлерить но серий будет еще несколько да, сейчас мы еще кое чем занимаемся